всем привет дорогие наши друзья я вас приветствую всех на своей кухне сегодня у нас хороший день хоть и с утра было такое серенькое но сейчас кажется все исправляется у нас погода чуть-чуть постабильнее в течение дня я имею ввиду с ирландией если сравнивать с ирландией то там вообще что-то волшебное сказочное непредсказуемое если ты смотришь и вот едем мы по дороге и 2 минуты льет сильный дождь потом мы въезжаем солнечную зону потом вот 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 так да да даже сидя на кухне пока мы пили кофе погода вот так у нее так красиво у жанны в ирландии у нее так красиво вот так сидишь пьешь кофе и перед тобой в окно идет вот этот обзор зеленых ее сад потом туда дальше идет чужой сад ну в общем ты видишь все зеленое все это до того радует глаз что вы даже себе не представляете вот я пытаюсь тоже в свое окно посмотреть лучше я промолчу лучше я промолчу меня на той стороне сад как будто сад и большие пальмы но там к сожалению у меня кухни нет поэтому ладно будет довольствоваться тем что у нас есть и когда я приехала с ирландии когда мы приехали с ирландии конечно у меня собрался и кефир и чай мой который когда-то мне тоже прошлом году дарила жанна и думаю ну что же сделать я обычно вы знаете я обычно из этого кефира часто делаю не часто почти всегда один раз что-то сладкое тоже спекла делаю оладушки ну как бы под надоело уже оладушки и вот я у жанны там попробовала сконы ирландские английские булочки сконы они мне до того понравились и думаю ну так как новенькое тоже да для нас это будет очень новенькое я их еще никогда не пекла и поэтому решила их спечь они с изюмом кажется у меня есть изюм а даже если у меня не будет изюма я их спеку без изюма их тоже будет очень-очень вкусно особых ингредиентов для этого не надо я уже с утра вытащила свой кефир который уже прям ну вот уже вот надо его куда-то надо его куда-то использовать изюм у меня есть в общем давайте уже приступим чтоб я вас не мучила кто сказал кто сказал что эти чашечки не нужны так щепотка соли это значит вот так вот так ладно я говорю про вот эти чашечки которые мы недавно купили вот я их и приспособила так а сюда положим ванилин и разрыхлитель вот не знала зачем покупаю теперь знаю видите как все в доме нужно все все потому что эти приходят потом идеи идеи приходят потом девочки мышь такие да я вот смотрю мне нравится массива мне бы зачем они тебе нужны я бы я пока не знаю вот сейчас посмотрела сюда положила соду сюда положила чайную ложку соли сюда эти штучки все ну что приступаем девочки все лишнее убираем и начинаем приступаем до девочки еще хочу похвастаться жанна мне подарила вот такие ложечки красивые специально для моих видео жанна спасибо тебе большое как видишь идут в использовании я уже ими пользовалась когда пекла хлеб так что спасибо тебе огромное 500 грамм муки у меня уже просеянная в банке здесь вот он 510 в общем 500 я уже здесь все приготовила как раз у меня правда изюма у меня не оказалось но я использую бруснику кажется брусника да красная масло у меня под расчет в общем знаю что надо натереть масло беру его в муку и вперед быстро 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 натираю они мне очень понравились да и что-то новенькое тоже я давно хотела тоже спечь но все как-то не так а кефирчик вот этот кстати там у меня тоже жанжан я вам сказала молочный гриб он как раз у меня тут простоял неделю пока нас не было и думаю что же что же и вот буквально в последний день мы угощались этими склонами просто очень приятная такая их можно разрезать и можно маслом помазать чаю на завтрак просто идеально все все растерли приготовила тут всякие лопатки рядом 2 думаю которая будет мне больше подходить для замеса потому что сильно замешивать не надо все готово теперь просто надо соединить это масло с мукой чтобы получилось у нас такое рассыпчатое тесто не наверное сейчас руками помогу маму что помогу сейчас я им помогу руками вот так растереться а кефир это девочки вот такой бесподобный вот как же она мне его дала я вообще перестала покупать себе кефир все вроде растерла засыпаю сюда соду хлебную красота соль чайная ложка разрыхлителя ванилинчик одну маленький пакетик маленький маленький здесь наверно один грамм все опять перемешаем хорошо и брусничку свою тоже сюда я ее кипятком обдала и короче подержала полминутки еще в микроволновке ну чтобы она смягчилась я же не приготовила ее с вечером мне все приходит спонтанно и кефир всем заливаем кефир и вот так быстро замешиваем я посмотрю если надо будет еще кусочек может капельку муки так 500 грамм муки было 380 этого кефира и как видите мне кажется маловато наверное хотя надо собрать в комок и сейчас я наверное вывалю на стол и там же определюсь девочки забыла сахар 100 грамм сахара ну можно чуть меньше если хотите 80 8 грамм сахара сыплю прям с коробочки и какие же меня ложечки такие хорошие так здесь наверно грамм 50 кинуял так уберу чтобы слишком много не было теперь выкладываем это все чудо сюда и теперь нужно собрать его в ком ну мне прям так хочется подсыпать муки туда вовнутрь потому что вы видите она очень нежная очень липкая и просто мне кажется даже жидковатая но вот 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 прям вот так мне хочется сделать я бы еще туда насыпала но не буду потому что было сказано что если будет много муки то она будет жесткая так как булочки должны быть очень нежной поэтому собирая его вот так в комок не главное но просто чтоб не прилипала и собираю делаю такой небольшой шарик и потом его вот так вот должна немножко размять все равно подсыпаю мукой туда и попробую сейчас уже сделать какую-то форму кругленькую чтобы можно было его уже довести до ума сейчас я его вот так собрала до не замешивать его не надо было так сказано девочки сама делаю первый раз просто раскатываем вот в такой руки смазываем сильно тонко не раскатываем сколько сантиметра два у меня вот такая формочка девочки я так волнуюсь что я прокручивать девочки не надо надо его как-то извлечь я переверну на эту сторону потому что они снизу очень влажные у меня надо было больше муки наверно все таки ну прям влажный прям влажный смотрите ну ладно чё чё делать то теперь уже вот так я прям его выведу о о получился этот получился вот смотрите кладу сюда сейчас разберемся все у нас получится не будем без паники я не волшебник я только учусь отлично вот так кладу их уже на противень сейчас я вам покажу у меня все в кадр не заходит видео жанна говорит не надо прокручивать не надо сильно забивать мукой поэтому я уже от волнений что может залезать что может не получится нормально я уже прям строго послушные вот жанна-то их не первый раз делал смотрите мои красотулечки готовы теперь я просто сверху смажу молочком и все все поместились у меня сюда сейчас вот так пойду по всем с молочком посмотрим что у меня получится когда что-то делаю первый раз у меня всегда бывает какая-то легкая паника ну я думаю это у всех так красотулечки мои и все и отправляю их выпекаться 3 180 градусов минут 15 надо смотреть чтобы они стали нежно-нежно такие золотистые вот прям крем-образные такие не сильно прям чтобы были поджаренные то я могу девочки думаю вам видно да что там происходит они у меня склеились они выросли они такие пышные стали какие-то огромные потом покажу девочки мои сконы готовы но они у меня правда получились как булочки видите да сами как они у меня разрослись вот так они спеклись снизу вот так они сверху разбежались наверное были слишком большие все таки но ничего сейчас буду пробовать буду дегустировать час ах горячие какие мои булочки готовы сейчас буду их пробовать но что посмотрите главная сладость главное в доме есть сладость пусть они не получились прям как ирландские они получились у меня как итальянские и сейчас я буду их пробовать зато они безумно мягенькие посмотрите вкуснота очень вкусная сода не чувствуется пропеклись хорошо мясо и воздушный надо кофе надо кофе хочу ягодку булочки чем булочки чаю очень даже я теперь буду так делать ну сейчас я уже отрегулирую наверное чуть больше добавлю муки я не знаю почему не так у меня может кефир был слишком переброжены все-таки но зато его здесь не чувствуется что он был кислый сейчас посмотрим массивный придет я с него не отнесу простите увлеклась на не правда вкусный очень вкусный уже она не тоже были очень вкусные но я же говорила я сделал их первый раз я никогда это вот хотя с тестом я умею возиться ну как-то вот был во мне вот этот мандраж да и ничего страшного главное что они съедобные мы их съедим я сейчас съем сама ты стой репрендендо максимум я греческой булка булка ти пиачи и курики Горячий, горячий, говорит. Вкусный, да? Бонни? А-а-а, э, манжа, манжа. Грация, грация. Ну все, дорогие мои девочки и мальчики, буду с вами прощаться. Рада была с вами поделиться тем, что я сегодня делаю у себя на кухне. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok